Друзья, всем привет! На связи Вальдемар. Расскажу вам такую предысторию. Интересное будет видео, надеюсь, и вообще у меня новый проект. Я долго думал об этом и все-таки решился. Как я ранее рассказывал, возможно, в видео, что у меня было очень много легковых автомобилей, я больной на эту тему. Сейчас, конечно же, порежу уже меня, потому что их больше ста было и интерес я потерял. Но потом я нашел свой интерес в спецтехнике. Особенно в эвакуации. Это одна была из детских идей. Ой, не идея, а как правильно-то? Из детских желаний или юношеских. Пересмотрел, видимо, я ледяная дорога. Кто смотрел там в Ютубе, тот поймет, о чем я говорю про эти все грузовые эвакуации и так далее. Итак, сидел я, думал, техники у меня становится больше. Думал, возле дома сделать ангар какой-то, ну, не гараж, и сэндвич-панели и так далее. Думал, думал. И тут я вспомнил, что я все время хотел себе открыть автосервис. Ну и недолго, думая, я это практически сделал. Сейчас поедем, я вам сделаю такой анпакинг, что у меня сейчас стоит. еду разобрать там все, навести порядок, собрать список, что, какое, что мне еще нужно докупить для первоначального старта. Многие меня отговаривали, говорили, это проблема, с руками проблема, с мастерами проблема, ничего страшного. Чем сложнее, тем интереснее, как говорится. Погнали смотреть. И дальше будем что-то думать, делиться мыслями. Надеюсь, проект вас заинтересует, так сказать, бизнес с нуля. Да и многим, кто, молодежь, будет смотреть, будет интересно, какие ошибки, что-то как. Итак, друзья, мы приехали, за моей спиной стоит наш новый проект, бизнес автосервиса, и, так сказать, ну и база. Поэтому мы, как многие делают, открывают автосервис, потом думают об эвакуации и так далее. Но у нас все наоборот, но будем стараться, чтобы это не пересекалось сильно. Так, друг другу в помощь. Погнали анпакинг делать. Сейчас покажу все внутри. Высота ворот 3, ширина 3,20. В общем, коммерческий транспорт тоже зайдет. Три мойки, три въезда. в сервис. И вот такое помещение, где-то 50 квадратных метров. Это зона отдыха, кафе. Ну, не кафе, так, кофе попить. Есть свои задумки, сейчас попозже расскажу. Здесь будет мастера сидеть. Здесь камеры, винные холодильники. Так, начнем с сервисом. Сервисный зон. Так, вот такая большая сервисная зона. С виду, наверное, вам покажется, с виду, наверное, вам покажется, что трое ворот и три каких-то бокса. Но все намного интереснее. Внутри 9 метров длиной, ну и уже есть кое-какое оборудование. Вот мы от входа с рецепшена. Так, это у нас здесь подъемник. Так, подъемники 4,5-4 тонны. Так, дальше у нас что идет? Здесь полностью установлено уже шиномонтажное оборудование, вправка дисков, балансировочный станок, так сказать, разделочный станок, выпрессовка, мойка колес, оборудование для низкопрофильных колес, оборудование, ну, стандартное. Дальше немножко есть здесь нюанс, который немножко логику разбивает. Ну и вроде как и нет. Дальше это следует центральный въезд у нас получается тоже стоят подъемники, подъемники все хорошего качества, все четкое, не Китай и так далее. Здесь у нас зоны интересные, что здесь есть яма, яма она небольшая, но она есть сейчас вот этот вот мусор, я буду весь разгребать в разные стороны и так далее. Что у нас третье, это первый, грубо говоря, от въезда ворота у нас будет стоит ножничный подъемник для колес, сама логика для колес сход развала. Ну, если здесь поставить подъемник, то широкая машина не заедет на четырех стойку. Чтобы я как бы поменял в будущем у нас у нас будет все хорошо, я бы здесь поставил диагностику подвески вибра. Когда ты заезжаешь перед сход развалом, здесь можно будет сразу проверить твои амортизаторы на отбой и увод колес. Ну, посмотрим, еще рано об этом говорить. Пойдемте покажу сход развал. Сход развал у нас 5-тонная четырех стойка. Хорошего качества. Даже если так заглянуть, здесь еще муха не пела. Да, у вас 5000 килограмм. Раваджилило, блин, короче, как так называется. Установка у нас сход развала с Хоффман. Хоффман, она практически новая. Надо только пыль протереть и нужно будет вызвать обновление программ, сделать тесты. Хочу открыть с 1 октября и у меня осталось две недели. Часть команды у меня уже готова. и что и для команды. Я сразу зайду, потому что больше туда не буду заходить, когда ребята заедут. Здесь вот место. для персонала, что очень самое главное, чего не хватает иногда в сервисах или делают маленькие комнатки. Пошли посмотрим. Это зона для ребят. Здесь уже есть раковина, стиральная машина. Я в будущем докуплю сюда сушильную машину, чтобы ты мог вечером оставить, постирать после смены. Пока час собираешься, ты переложил в сушилку, она погладит и все сделает. Холодильник есть, стол обеденный есть, достаточно большой. Здесь видно, кто-то когда-то жил. Можно оставаться. Смотрите, какой санузел. Тоже все аккуратно зубы почистить помыться. все чисто. Мы еще тренинг вызовем, все почистим. В общем, такие пироги. Очень как бы я долго выбирал. Я наверное 6 месяцев перековырял сервисов. Многие скажут мне как знакомые говорят место неудобное и так далее. Неважно какое место, ребята. Главное что как мы будем чинить ваши автомобили, как вас будет какой вы будете получать обслуживание и так далее. Пошли посмотрим на мойку. Светлое здание заметил здесь есть вытяжки. Буду проводить под выхлопную чтобы можно было заводить машину и так далее. И очень интересно кто открывал сервисы еще что-то наверное может быть оцените помещение или что-то дадите совет и так далее. В общем пишите в комментариях будет интересно мы же вместе с вами это будем делать Вальдемар вписался короче вот свет у нас так картины наверху мы вот эти все уберем придумал что тут сделать пойдем мойку я расскажу какую увеселительную увеселительную завлекал его для вас придумал так мойка очень широкая давайте померяем шаги раз раз два три четыре пять в общем где-то пять с половиной метров пять с половиной шесть метров длина и вот мы отворот сейчас замерим раз два три четыре пять шесть семь восемь восемь с половиной шагов все уже стоит я так понял но еще не разобрался бочка здесь по системе то унитаза наполняется для того чтобы поддерживать наверное давление это первая мойка ну соответственно вторая такая же мойка и третья просторное широкое помещение поэтому я поэтому наверное кто знает кто любит помыться машина приезжаем порой узкие такие закутки и где-то что-то не промыли первый план мы наверное запускаем первые две мойки а вот эту третью крайнюю пока не будем эксплуатировать потому что я хочу что-то сделать ну так сказать более-менее премиум мойку премиум мойку короче будем делать так как у нас здесь соседнее здание крытый комплекс теннисного корта напротив сразу же через дорогу фитнес-клуб отель гостиница и так далее так что я тут уже привез контуперы компьютеры так туалет у нас гостевой тоже но мы в какой-нибудь стилягу сделаем ну все посмотрим самое главное что вот увеселительная программа я придумал для того чтобы вам было здесь не скучно и вы могли там даже с детьми приехать кайфовать вот где-то 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 в этом месте я хочу разместить гоночный кокпит это симулятор будет кресло ручка кпп руль экран и возможно посмотрим вярочки пока вашу машину чинят вы тут собрались может быть два-три клиента устроят зарубу на этом гоночном кокпите также еще у кокпита я наверное сделаю где-то на стене таблицу да там кто постоянно мыться приезжает и так далее мы будем проводить турнир и первые вторые места по определенным гонкам будем встать но это задумка надеюсь как бы бомба понравится кокпит я уже нашел есть у меня друг который мне поможет его дособрать он пока отдаст свой руль еще что-то мы должны протестить что будет удачно короче да скажете наверное кто-то в комментариях ты это об этом рано думать нет я об этом думаю сначала поэтому сейчас я буду ковыряться здесь комплектность но я уже все проверил все работает мне нужно сейчас убрать весь мусор отсюда и комплектность проверить всю комплектность вход развала попробовать его включить вызвать мастера который сделает обновление и написать полный список какие инструменты мне нужны потому что я хочу чтобы ребятам было удобно у них были тележки инструментальные чтобы он подъехал к машине и не бегал никуда по полкам как это во многих сервисах есть все я уже присмотрел все мне осталось написать список закупить у нас есть две недели так так что ладно я пошел убираться видео не знаю пусть будет короткое но подписывайтесь как говорится на канал я постараюсь все освещать все показывать также даже показывать проблемы и наши ошибки которые мы будем совершать без этого к сожалению никак но ошибки не в клиентскую часть ошибки в нашей организации в инструментах или еще что-то будем рассказывать какой полезный какой не полезный самое главное я здесь сюда сейчас уже начну тестить серым программ я выбрал две серым программ пока не буду говорить какие но я хочу чтобы у каждого поста у каждого работника профессионала был планшет суть задумки в чем приходит ваш заказ или вы заказываете диагностику или какой-то ремонт замена масла замена фильтров и так далее все с рабочего стола отправляется мастеру профессионалу так сказать он занимается вашей машиной и сравнивает что сделал что не сделал отмечает кнопочками выполнено пишет свои комментарии и выполнено нажимается дальше это будет переходить в общий зал там где вы уже гоняете играете или там пьете вкусный кофе и вам менеджер или как правильно всех называть я еще не знаю в этой тематике он вам рассказывает то-то 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 если у вас будут вопросы вы проходите к машине вам на месте все показывают второй момент если вы будете далеко где-то находиться вы оставили машину и так далее обязательно все детали которые интересующие вас или какие-то моменты мы вам будем все на ватсап снимать я не знаю насколько это сложно но можно будет создавать такую мини-группу ватсапа или ватсап с менеджером чтобы он мог подойти все отснять описать механик и так далее вы удаленно получаете например вам понадобится попутно такая-то запчасть или найдена такая-то проблема в машине вам все это видео снимут все покажет и вы скажете окей мы просчитываем вам детали запчасти возможно они приедут сразу как обычно вальдемар будет как сказать как сан и веник ездить за вашими запчастями пока мы не наладим помимо поставщики это же понимаю долго но здесь в радиусе я уже собрал некоторые пул складов до которых мне просто долететь будет быстрее я как оптовик не знаю я быстренько мы быстро съездили взяли запчасть второй момент для постоянных клиентов если вдруг там они будет что-то некомфортно или покажется что отсюда не уехать я вас с радостью довезу там до ближайшей не знаю если это город Домодедово то до города довезу без проблем если это еще какое-то но в общем решим многие многие меня знают я за сервис и качество так сказать сначала движуха потом деньги чтобы вы получали удовольствие и мы получали удовольствие потому что вы получаете удовольствие но это будет такой короткий выпуск надеюсь вы меня поддержите в этой движухе до связи